Приветствую, друзья! Сначала покажу, конечно, ещё раз эту картину, потому что она необыкновенная. Посмотрите, держит на руке гномика, а у гномика нимб на голове. Да, она такая сказочная. Все мои картины как сказки, новеллы как сказки, стихи как сказки, я сам как сказка, шутка. Посмотрите, что я вам хочу сказать. Вот есть такое слово – руководить, манипулировать, мануальная терапия. Я научился от Романа, когда он приходит ко мне, мой друг Роман, когда мы проводим вебинары или ролики записываем, как из корня слова понимать смысл. И вот руководить, манипулировать, мануальная терапия. Я теперь подумал, пока Романа нету, в шутке ради сделаю вот такое тоже, как психолингвист. Я теперь психолингвист, как будто бы. Вот теперь посмотрите, что там общего. Ещё раз повторяю. Руководить, манипулировать, мануальная терапия. Оказывается, вот что. Рука. Там главная рука. А когда я это услышал, руководить и манипулировать, я сразу вспомнил. Я же врач, как нам по анатомии говорили. Рука – это манус. Манус по латыни. И поэтому получается, ещё раз, руководить, манипулировать, мануальная терапия. Видите, это всё из одного, так сказать, проистекает. Вот изучали анатомию на первых курсах в институте. У нас был такой профессор Курдюмов. Величайший, величайший учёный. Он там изобрёл что-то, он там создал что-то, он открыл в организме неизвестное доселе. Ну, систему он такую открыл, которую ещё тогда никто не знал. Лимфатическую, кажется. Но это было на первых курсах, я поэтому не помню, что он именно открыл. По-моему, лимфатическую систему. Так вот, про Курдюмова интересный случай расскажу. Дело в том, что мы все боялись сдавать эту анатомию. Ужасно боялись. И все студенты друг к другу говорили. Он плохо слышит на это ухо, поэтому говорите ему на это ухо. Вы представляете? И вот экзамен. Все как бы подготовились, и все знают этот секрет. И начинают ему говорить на это ухо, которое он как бы не слышит. А он говорит, я этим ухом хуже слышу. Говорите, в это ухо. И вот тебе да. А в другой раз, оказывается, он шёл по улице и нёс домой сметану в банке. Об этом тоже знал весь институт потом. Рассказывали друг другу. И в этой банке, оказывается, поверх была газета. Ну да, он сначала так держал, потом газета так, потом он идёт по улице и, значит, перевернул и зачитался газетой. И всю сметану пролил. Ну вот такие вот были смешные истории с нашими профессорами. Хороший был профессор. Я его до сих пор помню. Курдюмов. Удивительный. Манус помню. Анатомию всё. Ну как говорится. Ну там надо было вырезки все знать, сколько косочек надо было знать. Какие сосудики надо было знать. Это же такая, это же анатомия. А вот однажды, когда я проходил в Москве трёхмесячный курс, там был один профессор, который тоже анатомию рассказывал. Курсантам, которые уже давно окончили институт и так далее, были на повышение квалификации. Так вот представьте себе, этот профессор так рассказывал анатомию, что все, как говорится, взахлёб сидели и слушали. И как он рассказывал, как эти мышцы, как эти суставы, ну как это всё, как Вселенная. Он так рассказывал, это было так интересно, что все сразу всё запомнили. Да. А я его запомнил. Думаю, как он прекрасно рассказывал. Прямо как поэт. И всё взаимосвязано. И вот последний случай. Был когда-то я в Ленинграде. Тогда назывался город Ленинград, наш Санкт-Петербург. Я помогал готовить саблю Москвы, а потом я помогал готовить саблю Ленинграда. С фехтовальщиками работал, потому что меня привлёк к этому делу наш великий фехтовальщик, чемпион мира Олимпийских игр Владимир Назлымов, мой друг. Председателем был он ЦСКА по фехтованию в СССР. И вот там Эдик Кровопусков, чемпион мира тоже в Ленинграде. И он меня попросил. Он говорит, у меня знакомая. Она, говорит, получила какую-то травму. Ты можешь ей помочь иголками своими? Я говорю, хорошо. И вот пришла очень красивая девушка. Ну, а щека у него висит. Я ей делал иглотерапию. Три вечера. Я её клал на кушетку. Я так сосредотачивался. Мне так хотелось ей помочь. И вот когда я ставил эти иголки, концентрация моего внимания была настолько высока, что я чувствовал, куда даже ток сейчас пойдёт. И в этот момент я чувствовал, куда и как колоть. И вот этот момент был такой, как будто передо мной открылась та самая Вселенная. Я видел вот эти все связи. Вот как-то всё в одном. Так получается. Ну и вот на третий день у неё щека стало на место. Немножко отёк был. Немножко отёк был. Да. И они все поражались, как быстро я это сумел сделать. И она мне говорит, я вам в знак благодарности хочу дать пригласительный билет. Я, говорит, хочу, чтобы вы сходили на концерт. Боже мой, какой концерт? Я там так занят. Я там тренирую фехтовальщиков. Я говорю, вы знаете, я не могу пойти. Она говорит, вы понимаете, в чём дело? Я там солист. Оказано, была солисткой красноярского ансамбля. Это, по-моему, песни и пляски. Вы представляете себе, что я за три вечера дал жизнь солистке этого ансамбля. Потому что у него на самом деле было всё плохо. А я всё сумел сделать. Итак, я вам в одном маленьком ролике рассказал несколько историй. Вот что значит «Манус». Рука, так сказать. Ну, посмотрим, что Роман Газелька скажет на мою психолингвистику. До встречи, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!